Итак, в прошлый раз мы начали обсуждать теорию Кумера. Давайте я наполню формировку, а потом мы обсуждали теорию Гибельта 90, в некотором ее даже более общем варианте, чем был в прошлый раз. Итак, теория Кумера заключалась в следующем. Это такой хороший пример предложения теории Глуа, или даже описание скорее расширения Глуа. Значит, пусть К – это поле, и пусть Н – это нейтральное число взаимопростоя с характеристикой поля К. Вот, и предположим, что Гуен содержится в К. Гуен, я напомню, это множество всех Н корней из единиц в степени Н в К чертой. То есть, это означает, что у нас есть примитивный корень из степени Н из единицы в К. Вот, тогда верна следующая теорема. Значит, давайте напомним, что для любого А из К со звездочкой поле разложения многочлена Т в Н и минуса порождено любым корнем. Любым корнем. То есть, равно К от корня этой степени из А. Почему? Ну, потому что все корни, любым, потому что все корни имеют вид, это я просто напоминаю, что это было в прошлый раз, Z на корень этой степени из А, где Z из Н. То есть, они уже в поле нашем. Добавили один корень, добавили все остальные. Я не помню, вы делаете такого понятия. Ну да, можно сказать, что это нормальный многочин. Или многочин, Глуа еще называется иногда. Это в Н-3 минуса. Вот, хорошо. Значит, да, ну и вот это первое замечание. Второе замечание, что, значит, таким образом это является расширением Глуа, потому что это поле разложения сепарабельного, безусловно, многочина, расстоянных и характеристики взаимпростые. Его производная уж точно взаимпростая с ним. Кольская РН не равна нулю. Ну и, значит, заметим, что имеется каноническое вложение группы Глуа. Я просто коротко повторяю то, что было в прошлый раз, чтобы выносить это было на доске. В минен, который элементик уже сопоставляет G от корня этой степени из А, поделить на корень этой степени из А. Значит, утверждается, что это инъективный гомоморфизм групп. Вот, это мы в прошлый раз обсудили, почему это гомоморфизм групп и почему он инъективный. Инъективный это устно, это потому что у нас все порождается этим элементом. Если мы переводим его в себя, то, конечно, все, что им произойдет, мы тоже будем переводить действие тождественно. Но то, что гомоморфизм групп – это минимальная проверка лобовая, и как мне правильно написал в имели Артем, что мы забыли в прошлый раз обсудить, почему этот гомоморфизм не зависит от выбора этого корешка. Но это очень легко, потому что любой другой корешок имеет вот такой вид. И если один корешок преддействий группы G, элементика G умножился на какой-то Z, то XI на него тоже умножится на тот же самый Z, потому что XI переходит в себя. Значит, давайте это как-нибудь назовем. Йота. Йота не зависит от выбора корень-это степени за, потому что G от XI на корень-это степени за, пусть мы выбрали другой корень, он имеет такой вид. Это будет чему равно? G от XI равно XI, потому что он в поле. Вот видите, это очень важное условие. Иначе все сломается. Вот. Ну, тут как бы уже нечего добавить. Таким образом, это... Как это экономить сказать? Значит, это будет... Ну, в общем, мне кажется, всем все понятно. Дальше, как поделить одно на другое? Вот. Отношение G от этой штуки к ней будет такое же, как отношение G от корень-это степени за, корень-это степени за. Все видно. Вот. Окей. Ну, и, значит, вот, собственно, теорема Кумера, что имеется биекция множеств. Мы берем группу К-со-звездочка. Эта группа реализуем по N-у степеням. Мы назвали ее Т-это. Вот. И такое множество. Мы берем немножко более абстрактно определенное. Мы берем всевозможные расширения Глуа и фиксируем вложения группы Глуа в МИН. И эти данные берем с точки до естественного понятия изоморфизма. Что значит изоморфизм? Мы с вами постоянно склоняем выражение изоморфизма по ЛИНОТКА. Но он такой, чтобы этот изоморфизм Л с Л-штрихом уже зафиксировать изоморфизм между группами Глуа. И чтобы этот изоморфизм между группами Глуа Л на Т-к и Л штрих на Т-к коммутировал бы с вот этими вложениями, фиксированными группами Глуа. Монокров. Да. Как изоморфизм Л действует на другую Глуа? Хорошо. Замечание. Давайте это обсудим. Пусть Фи – это изоморфизм на Т-к. Вот это множество. Вот просто мы устанавливаем бьехт вот этим множеством. Ну тогда любое автоморфизм от этого множества даст вам автоморфизм от этого множества. Ну если угодно с сопряжением, это так вот, да, 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 тогда да, сопряжением. Глуа Л на Т-к, канонический заморфный Глуа Л-штрих на Т-к. Ну если явно формула, то да, элементик G переходит куда? Мы должны применить сначала Фи-1, Ж, а потом Фи. Да, сопряжение. Ну при чем тут сопряжение? Это как бы сопряжение, если не самое лучшее слово, это сопряжение, это какое-то время снаружи, да? Вот формула, короче. Если у вас есть бьехты между двумя множествами, то все, что вы строите из этих множеств, например, группа автоморфизмов. Если штрих равно Л, то правда, да, да, да. Да, то это будет элемент группы Глуа. Да, да, это означает, что если мы выберем два разных вложения, то это будут два разных элемента в этом множестве. Хорошее, небольшое такое смещение. Если мы зафиксируем какое-то одно вложение Глуа и рассмотрим два физически разных вложения вмен, то тогда какой бы автоморфизм Эли с самим собой мы не сделали, если мы на него сопряжем, действительно, на группе Глуа это будет действовать тождественно, и коль скоро вложения физически были разными, мы не переведем одно вложение в другое вложение. Значит, будут разные элементы в эту множество сточей изоморфизма. Значит, разные элементы слева. Потому что они будут соответствовать выборам разных корней. Ну, не важно, в общем, разные элементы. Так. Сейчас должны быть увеличивающим. Ну, видим, да. Так, окей. Окей, окей. Да, вот, хорошо. Значит, ну и доказательства. Мы уже доказали, что θ корректно определена. Это уже было сказано, корректно определена. Это вот мы так что обсудили. Вот. Значит, дальше почему-то это инъективно. Ну, давайте это в лоб. Давайте это проверим. Значит, пусть у нас есть два элемента. А и Б. Так что соответствующие расширения, то есть, такие, что существует изоморфизм полей. Я просто повторяю. Да, я просто сейчас собираюсь сказать, что если два элемента А и Б из К-со-звездочки привели к одним и тем же данным справа, то они отличаются умножением на эту степень. Такие же существуют изоморфизм над К. Значит, и такое, что, соответственно, гула К от корня этой степени за над К, переходит изоморфизма в гула К от корня этой степени из Б над К и эту диаграмму коммутативно. Ну, хорошо. Давайте, как бы, раз насыдаться, зафиксируем вот этот изоморфизм. Это я просто пока расписал. Что значит, что два элемента из К-со-звездочки А и Б соответствуют одним и тем же элементу во множестве справа. Это значит, что соответствуют данные изоморфизма. Что значит изоморфизма? Ну, вот есть изоморфизм. К от корня этой степени за, К от корня этой степени из Б. Да, у нас данные стоят из двух частей. Разрешение гула и вложение группы гула. Соответственно, изоморфизм между полями должен коммутировать с вложениями, индуцированный изоморфизм между группами гула должен коммутировать с выбранными вложениями в МН. Это просто я по определению расписал правую часть. Хорошо? Вот, отлично. Значит, ну, давайте как бы это поле зафиксируем, как бы, с точки зрения этого изоморфизма, как-то назовем L. Вот. Ну, то есть, у нас таким образом... Таким образом, имеем некоторое расширение гула L. Группа гула L на К вложена в МН. И два элемента. Альфа, бета и ZL. Такие что? Для любого G из группы гула и Л на К. А ее змей строится продолжить. Там выполняется что? Ну вот, вложения должны быть... То есть, вложения, которые задают альфа и бета одинаковые. Эти вложения, вот я сейчас стираю, это отношения действия. А эти, у нас что? Так вот, я переговориваю в термах одного поля это. У нас есть решение полей К в L. Такое, что его группа гула как-то вложена в МН. Это вот то самое вложение, которое коммунирует. И есть два элемента, к альфа, бета и ZL, такие, что для любого элемента из группы гула, что выполнено теперь? Внимание. G от альфа поделить на альфа равняется G от бета поделить на бета. Коль скоро... Это именно так задаются гуморфизмы по элементу альфа и по элементу бета. Это должен быть ровно один, наш гуморфизм, наше вложение, группу гула в МН. Нет, ты не понимаешь, почему мы так можем делать. У нас это было А, В, да? Да. Ну, хорошо, тогда давайте... Вот мы через L обозначим одну из половин этого изоморфизма. Какую угодно, например, вот эту. Тогда в нём возникнет элемент альфа. Какой? Это образ при этом изоморфизме в королево степени ИЗа. Да. Хорошо. Вот, дальше у нас имеется изоморфизм коммутативная диаграмма. Что значит коммутативность диаграммы? Куда придёт с точки зрения вот этой стрелки, определённой по правой части, куда придёт элементик G? Он придёт в G от бета делить на бета. Да. Хорошо. Но диаграмма коммутативна. Да. Поэтому он с другой же стороны должен перейти в G от альфа делить на альфа. Да. Где альфа? Это то, куда пришёл к королево степени ИЗа. Потому что элементик G соответствует какому-то элементику отсюда. Диаграмма коммутативна. Элементик отсюда переходит в действие его на королево степени ИЗа. То есть делить на королево степени ИЗа. Теперь перелетаем сюда. Это будет наш элемент G, подействующий на альфа, делить на альфа. Ну, летаем через этот эзоморфизм. Еще раз. Здесь вот есть какой-то элементик G. Пусть ему соответствует здесь какой-то элементик H. Из коммутативности диаграммы я утверждаю, что H от корня этой степени ИЗа. Давайте, где здесь? Это как бы такой черновичок. H от корня этой степени ИЗа. Он при этом эзоморфизме соответствует G от альфа. Корень этой степени ИЗа при эзоморфизме соответствует альфа. H соответствует G. У нас имеется эзоморфизм полей, индуцированный им эзоморфизм группы ГУА. Прекрасно. При этом эзоморфизм полей в элементе корня этой степени ИЗа соответствует тому, чему назвали альфа. Пусть H соответствует тому, что мы называем G. Что означает, что эти два элемента группы ГУА, и эти два элемента из полей друг другу соответствуют. Из этого значит, что H от корня этой степени ИЗа соответствует при изоморфизме полей, это элемент в К от корней этой степени из А, а это элемент в К от корней этой степени из В. Так вот, H от корней этой степени из А соответствует G от альфа, потому что H соответствует G, корень этой степени из А соответствует альфа, и ровно так устроено соответствие изоморфизма между группами гула, чтобы вы могли вот так перекидывать туда-сюда совершенно свободно. Но гоморфизм соответствует этому вложению. Стало быть h от корня этой степени за делить на корень этой степени за должно равняться g от alpha делить на альфа. И это должно равняться g от beta делить на b, потому что это гоморфизм задается beta. Ну, вот мы так потеряли свою ТЭТу, я, может быть, должен был написать письменно, но как-то я немножечко подозвал, в прошлый раз было сказано, что такое, мы не говорим про какую-то абстрактную ТЭТу, ТЭТа так устроена, что мы А сопоставляем вот то решение, которое было на доске, с тем вложением, которое было на доске. Вот, значит, ну хорошо, вот, ну тогда что получается, что вы можете сказать про G от АФ и делить на B, наконец-то? Это АФ и делить на B, ну и стало быть, по теории Гула, это Гулаев вариант, для любого G, маленькая. Все, значит, это из нашего поля, ИСК, ну и полный привет, но, значит, АФВН это А, а вот это вот главный принцип теории Гула, все, что является наносительно группы Гула, лежит в нижнем поле. Это свой совершение Гула. Вот, для любого, может, у нас был квантр, извините. Он, по-моему, там где-то стоит, да, квантр, из группы Гула. Так, теперь далее. Ну, АФВН это А, ну это же из морфи из полей, корень этой степени ЗАВН и слева был А. Ну, из морфи из полей это такой элементик АФА, который в этой степени равен А. Все, значит, АФВН равно А. А, наверное, я должен был сказать, что БЭТА это, ну, значит, БЭТА, я так сказал, что БЭТА это корень этой степени ЗАВН, мы так переобозначили. Вот, БЭТА в Энтри Б, ну, все, получается, что А делить на Б, есть С в Энтри, где С дальше делить на Б. Все, привет. Согласны? Это в лоб, здесь никаких трюков, ничего, просто мы расписываем спокойненько по определению и пользуемся везде вот этим великой теорией Гула, что им варианты, все, значит, внизу. Здесь ничего такого, не надо зрения. А теперь сложная часть, это селективность. Это следует из теоремы Гибельта 90, о которой давайте сейчас поговорим. Она гораздо более интересна и более общее утверждение, чем то, что я сказал в прошлый раз, тем более я сказал не совсем правильно, вернее, правильно, но потребовал лишнего и сформулировал недостаточно то, что нам было нужно. Давайте сейчас более грамотно все скажу. Есть вопросы? Давай. Как вы сказали? Ж от альфа? Ну, ж от альфа соответствует а, корне от степени из альфа. Это понятно. Ага, да, да, да. Да, 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 да. Сейчас понял. Так. Все же, почему вы сказали, что у нас... Почему же от альфа длить на альфа, но все равно ж от б длить на б? Вы сказали, что гоморфизм из альфа и все. Значит, вот этот гоморфизм. Гоморфизм, куда переводит альфа? Куда он переводит альфа? Гоморфизм, а льфа, альфа, корни от степени. А, тридеть на б длить на б длить на б длить. Прекрасно. По совместительству это равняется g от р длить на б длить на б. Да. Отлично. Альф переходит в g. Да. Куда этот гоморфизм переводит g? А, все, понятно. диаграмма комбинативна вот это все лоб спокойно едем по определению ничего придумать не надо вот все вопросов больше здесь нет все теперь теорию кумера теория марта гибрид 90 действительно достаточно удивительная вещь давайте немножко веду некое наукообразие вокруг него потому что он помог гораздо интереснее чем самоутверждение в том виде который я сказал и главное что это за некоторые общие курсели которые конечно тематике гораздо шире применяется чем вот только конкретная вещь который я прошу сказал на сами вещь имеет место для любого вообще решение гула не обязательно даже коммутативного и обязательно циклического если будете изучать английскую геометрию арифметическую то там она играет постоянно большую роль и завтра полями но вот говорят она там была под номер 90 где-то у него гибель то его труда из того да из того миллиона это было под номер 90 вот так хорошо значит пусть дано действие сейчас немножко мы абстрагируемся пусть группа абстрактно же может бесконечно и действует на поле или в конечномерная но для простоты векторное пространство надель определение действие же на и на вы и полу линейное что такое линейное действие как вы думаете так еще и линейное что значит ну же от давайте мы это пишем если но условия для его уже и же в этим и 2 из в же от суммы она же от в один уже от в два до 10 и тут на яшу муцишку 10 групп на но что вообще проходили это когда произведение минуту групп приходит композицию отражения ну вот действие же является экологи на пристава в делениях расширение полей является сепарабельным значит она что и поле действие же на вы является по я поле линейным шутку и линейная что такое линейное отображение в линейном все научили да а здесь полу линейно абсолютно верно и для любого же из же x и зель это очень интересная структура в избе же от x в это если был бы линейный оператор это было бы так но у нас сам оператор как бы еще немножко умеет действовать на скаляра и мы это за запихиваем ну да да полу полу линейная наверно что такое кадр митой формы определяете да 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 ну а тут него что просто апстомарфизм вот и такой в жизни на самом деле часто возникает значит в алгебре и в теории чисел и в геометрии топологии вот значит но и пример такого действия совсем такой как бы пример типичный тривиальный что пусть у векторное пространство ну конечно мерная над полем к за к обозначим полем вариантов я не говорил что группа же конечно и поэтому поле вариантов расширение ковырь вообще ни разу ним не дает наглува над как дико это полем вариантов тогда на в таком в у потензорить который сохраняется действием группы же до этого стрим такого значения помните было когда группа 10 там но что и с абстрактом значение если группа есть на ножки то именно что сверху лима группы это начать неподвижные точки ну а группы не может не действовать действует нефтаморфизм обратными группе который будет обратно пусть группа же 10 на поле а вы имеете то что насчет сумму приводит сумму приземе приземе да 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 я как то может быть от плохо смолиру гомоморфизм как бы это тоже в смысле действовать на и дальше вы называете что ты что волнает какой структуры а как правило означает что вся структура который вы сейчас назвали уважается действием ok то есть 10 группа на многообразие значит там структура многообразие уважается действием группа да ну правильно спросить значит и вот тогда на вот таком веком подстанстве над l определено естественно и полу линейные действия действия же по такой формуле же вот у тензорная x это что правильно я поднимите руку для кого это обозначение с чем понятно не только вектор на пространство из кольца на кольцо это вы проходили коммунитетом да да решили скале ну это так не формально говоря оформили да это такой самый минимальный вещь чтобы этого можно делать универсальные свойства как особо не пойти но учат эти это обозначение имеет на самом себе если над полем к есть два веком пространстве то есть понятие к тензору произведения вот или от к как известно веком пространстве мы этим в первый лекция используемся мы можем тензором приносить на два веком пространстве то есть некоторое веком пространстве она конечно будет тоже над к но у него появится одна дополнительная структура можно нажать на через вот этот фактор мы сможем значит замечательно на у тензор на ткана и имеется каноническая структура л векторного пространства у тензор на x умножить на y артем вот это это имеет смысл вообще для любого модуля над коммутативными кольцами и даже не только коммутативными вот и этого это универсальным свойством что задать отображение из у тензор на ткана или в какой-то или векторное пространство в это тоже самое задать морфизм из у в над к то есть это вот это означает что это как минимальный такое немножечко увеличенное векторное пространство на которые содержит у и на которую еще можно действовать уже с помощью и или не умеет действовать на веком пространстве на тканут что-то добавить чтобы или научилась действовать вот это он минимальный что надо добавить вот значит но сейчас явно в явных терминах явно это ничего хитрого пусть у это ковин ты выберем как угодно быть вот тогда ну если вы такой любите настоящий алгебра тот по своим прямой суммой и что такое будет же вот набор x1 xm короче выберем базис когда век на пространство скучно разрешается со строчками и что такое будет действие же на такую строчку ну вот потому что это такое тоже упражнение что если у вас у над к имела базис какой-то то это будет тоже являться базисом у тензор на тканель над какая-то подполь вы сейчас неважно какое пока что у потензор на и натка у это ковин ты тогда в это с физически его им ты будет ну вот так это выбирайте борис это совершенно дешевле ненужная выбор который смевает понимание происходящего давайте сейчас знаете если если вот этот как бы я не хочу на этот утрать там пол лекция вот на этот не то чтобы цели будет использовать курсе но это вообще полезная вещь культурная вы как-нибудь потом продумать и вот ну а так просто могу сказать что если вы есть какой-то байс е1 ем на то тогда элементы вида е и т тензор единичка будут образовывать базис в надель и поэтому вы будет раскладываться в сумму м экземпляров уже или в это будет льванты или коммунификация частном случае такой порядка тут вот но смотри я сейчас просто этот пример можно вот это все не понимать искать что пример действия такой явный что пусть короче есть мерная пусть вы выберем в м базис отвести в с рвм ты элементы в это будут строчки x1 xm и зададим действие же на x1 xm по формуле какой совершенно верно на каждой по листу это пример легко проверить что это будет полными действия это это пример полу линейного действия я вам сейчас покажу что что не все действия появляли мне такой вид можно привести к такому виду вообще не правда мир от этих полу линейных действий он очень богат там интересная такая полный алгебра вообще там как у вас если вы начинаете как выбирать базис и смотреть матрицу действия же то есть в другом байс это у вас быть не сопрягаться полусопрягаться одной стороны вы еще даже подкрутить на элементик из же вот но и там такая интересная какая-то новая как бы эффектами забавная вот короче значит вот такой это пример это будем называть тривиальная тривиальная как бы она просто устроен нет фига если же абстрактная группа как раз высказали бред бесконечно за это например сейчас пример будет то совершенно да и это по одной из равносильных условий по одному из равносильных условий решение было это будет решение было но вы с языка сняли да вот это теорема гильберта 90 формулируется так что пусть кармель расширение гула то есть конечно да у нас так конечно смотрится с группы гула же это ну это частный случай группа же детям более то есть пусть она конечно тогда все же полный линейные да значит я не сказал что изоморфизм но я давайте устно скажу что если у вас есть два вектора пространства с же полный действием что такое между ними морфизм или заморфизм это соответственно линейное линейное отображение которое коммутирует действием тупы же вот тогда все полный линейные действия же на в тривиально ты все приходится к геометрически интуитивно если так на языке но мы потом с вами будем проходить немножко и смысл хビ prem estos Bem но так интуитивно решение гула могут соответствовать некоторым топологически например накрытием неразв BM complain тенокрытия и сверху вас есть векторное расслоение и у него также отношение группы накрытия начинает согласовывать действие с действием народ на кравящом пространстве согласовывать здесь на пространстве sindac robertsland является публиком расстояние снизу обязательно это ровно вот это утверждение геометически вообще очевидно естественно ну вы это какой-то конечномер берем какой-то конечномер это поставил стандель их очень достал сколько размерностей это как бы не великие данные вот и все они три все важно как действие устроено давайте во первых придет два примера один пример у нас есть существует базе такое что то 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 потому что если боится начать из марки за в этой категории вот значит например что понять причем то то что было прошло раз пусть же циклическая и выберем порождающий зафиксируем правда вот и пусть еще размерность надель от в вообще рано единицы то есть это или нужно какой-то порождающий вектор е вот давайте все это распишем что это означает конечная циклическая конечная циклическая и это как вот вот здесь как теореме спасибо как теорем короче пусть есть конечно же игла группа глава которого циклическая выберем прождающий же что такое давайте поговорим что будет эта теорема для 1 1 3 случае для одномерных векторных условий век на посадку и номерных вот есть одномерная вена что такое давайте я на поймешь что такое задать полу линейные действия что это означает ну чем задавать полу линейные действия у вас циклическая группа одномерных пространств как и начнут задать чтобы его определить ну хотите сказать на е а даже на доме да тогда значит эль полу линейные действия на в это же самое что задать же от нее который будет иметь вид какой ну какой-то бета умножить на е где в этой зель с одним условием с каким выбрали скорее на это как вас автоматически вы только на ли есть но мы ее как автоматически тоже будет выполняться но есть одно условие что у вас группа должна действовать то есть все соотношения группе должны выполняться в результате этого действия у нас группе есть одно соотношение какое пусть и над ее порядок да так вот такое что же вентой вот я страны где это идет условия при сейчас я скажу при этом вот значит почему почему давайте сразу поймем при этом значит почему это все нам задает почему и каким образом на все это задает почему и каким образом что такое будет же вот альфа бета от альфа е чему равно для альфа какой-то элемент из л чем равно же от альфа е же от альфа на бета на и вот и тогда поэтому же менты от ера на чему не одолжение с одной стороны это будет некоторые условия на бета какой-то как как быть правильно или он что-то меняет кэш это называется нового процесса это до какой степени даже минус 1 минус 1 и мы видим что это равно е когда так тогда когда норма была проведена в прошлый раз она единички живы нт от е так считаем что ты же же квадрата гендер на время же квадрата где чем это равно же от жертвы правильно то есть это же вот чего вот в этом в эту множественное нужное это равно чему ну дай покрыть жертва это да у нас там это можно и ну и дальше рекомендации по индукции если вы еще раз на вести же у вас превратится же квадрат от бета на же от бета еще раз на бета вас каждый раз ну и вот итеративным образом эту такую виду и возникает нам угла видите как сама собой из таких вариантов понятий как полу дневный модуль вот значит ну и дать перейдем скажем а что означает тривиальность тривиальность действия жена на вы чему это равно сильно ну на самом деле вот в этом случае легко видеть что это это всегда для одномерного для номерного модуля веком пространстве верно сильно тому что вы же не равно нулю да если вы одномерно то что такое тривиальность дает просто начать что у вас есть какой-то вариант на один вектор и тогда вот этот вектор по номеру пространстве у нас такой базис относительно которого действие будет устроена ровно таким образом же от x это же от x тривиальность когда вот когда вашим вектором пространстве вы можно будет такой замечательный борис которым действие кажется просто по координатам для одномерном случае это означает что у вас есть просто вариант минерой вектор молодец то же самое ну вот мы хотим выбрать базис мы хотим базис в котором действие но это элемент в это оно какое-то задание 10 имеет вот такой вид это то же самое что действие на базисных векторах тоже здесь я здесь тоже пускать это сильно потому что существует базис е1 ем в надель такое что же вот и это я равно и это x это элементы за или да 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 вот как бы реван ты элементы с 1 на грейс вот в одномерном случае найти такой базис просто найти какой-то один вариант вот ну хорошо вот все означает ну давайте запишем условный вариант пусть этот самый вариант какой-то вектор в маленькая да ну вот он не нулевой да и пусть давайте е выразим через него это будет какой-то альфа умножить на вы вот тогда что значит ну вот g от я короче g от в равно вы это чему равно сильно же от альфа минус 1 е равно альфа минус 1 е но это равно же от альфа минус 1 на бета на е и это в общем зачете равно сильно чему потому что бета же от рефа делить на альфа то есть то самое условие котором говорили все мы видим тут самый фронтург терем гипта 90 который был прошлом я ничего не доказали но мы поняли что из общего такого утверждения верно лекоментативную группу вообще из его частный частный случай тут уже массу народ задает вопрос дайте еще раз поясню и так что мы видим что тривиальность действия женовые наносили тому что существует альфа из и нулевой такой что задание полу линейного действия равносильно выбору беты такого что и так что читаем теперь тереминги в 90 любой же полу не действие тривиально переводим если вы задали какой-то бета такой же нормальная единица то существует альф такой чтобы это же от альфа есть вопрос кто с кем тривиальность существованием альфа и давайте еще раз тривиальность что-то тривиальность это значит наличие не нулевого вариантного вектора в одном случае окей если получится такая сверху теорема да получится она доказывает она в данном примере да это пример мечтаем пример вот так вот вы же не равнули шавер да в этой чисто одновременно фишка что у вас ненулевой вектор вот что значит ненулевой вариантный вектор ну хорошо возьмем любой ненулевой вектор даже может быть так пусть он ненулевой что это значит что через него можно выразить наш исходный базис е е альфа на в ну что такое же от в равно в мы просто подставляем и пишем ничего не надо придумывать и получим тоже вот после того как вы ввели правильное определение полумененного действия тут не надо женики трюков придумывать это все как по маслу есть просто расписываем ну если вы поменять альфа на альфа минус 1 то вы или нет же или бэта на бэта минус первой ночи кого-то на минус первого поменять об это наверное наверное бэта на бэта минус 1 поменять и вы получите тогда то что было раньше раньше прошлый лекция грел альфа делить нажатая ну сорян но в общем если вы примете крем бэта бэта минус 1 норма бэта минус 1 тоже будет равна единиц от гоморфизма ну в норм это гоморфизма произвели я вам еще не выдумываясь упражнение на вот этот кусок там все быть рано ну например да ну надо либо альфа либо в эту минус 1 возвести и вы так это ничего глубокого значит все мы поняли что теринге 90 следует оттверждения хорошо мы сейчас прокомментируем вот значит в чем идея токаиста теринге 90 вообще она культурная сам доказательства его метод доказательства в общем так очень довольно широкий идея доказательства так я очень гордко ладно не спрашивайте меня во всем деле это не успеем виде доказательства теоремы вот ну чё мы хотим заработать себе n вне независимых и н вариантов векторов давайте в наглую посмотрим на положим у этой варианты же это векторное пространство мы на самом деле когда будем делать дифференциальные регула там очень похожие трючки будут это на пространство нас к соображения даже не таки рассмотрим подпространство вариантов что такое это подножку подглубку по сложению и это будет это конечно не будет эль вектором подпространством заметьте если если в группу было представление она была линейным конечно варианты это и веками подпространство но здесь полу линейно поэтому варианты нифига не будут и подпространство мысли вверху множество элементов то есть полулинейные формулы у вас все используется он представим этим вариантом ну как здесь например вообще одномерный случай и инварианта альфа минус 1 на и в вариант альфа на выручный вариант но очевидно что будет к веками опасности где камере если вы и вариант умножить на варианты бы то вряд вот значит и имеем каноническое отображение утензер на к на эль ну во первых по сложению поищу замку то возьмем элементе кска возьмем элементный векторок умножим же от иксу что будет же от их нажату же от уранову мы заказали ажи от их тоже на икс потому что ну я сейчас в этих рамках да 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 и хотим на самом деле можно первое сначала на этот лямбе не активно и достаточно легко я не буду сейчас объяснять и хотим чтобы лямбда был бы изоморфизм для этого то есть для этого достаточно показать что размерность одинаковая вот короче мы об качестве вариантов размерность такая же как она мы видим что меньше либо равна чтобы она равнялась тут да это часто бывает чтобы применять к нитриальной структуры вы хотите чтобы варианту был достаточно много ну ну что сейчас кажется кашек валевской из владели представлений и варианты с цензом произведения представлений так тоже можно но я имел очень другую это вам должен упоминать теорему как называется короче есть у вас есть тем не дефицитальных равнений мы об этом будем еще говорить обязательно то ранга n то у нее пространство решения имеет размер не выше чем n функции которые удовлетворяют вектор столбец на этом игре штриха но а игре как на матрице таких игреков таких столбцов которые являются решением их пространство лет они образуют размерности не больше в ранг вашей системы и тут то же самое вот это все частный случай одного общего категорного утвердили значит итак ленда изоморфизм ну и все короче говоря надо убедиться но дальше нас группа действует на этом пространстве берем варианты хотим понять что-то про размерность если мы расширить значит заметим что группа же действовать на вы она или не не действует но она действует к линейно группа же действует на вы к линейным пушками ряды она и полу линейная но поскольку же на к никак не действует это к линейно к линейно вот поэтому реально у нас что у нас имеется представление конечной группы же на верхнем пространстве в анлады конечно но по совместительству над к тоже на верхнем пространстве в над к и хотим понять что такое про размеры вариантов вот если мы расширим скалярно алгемическое замыкание все быть то же самое можно рассмотреть заметьте не надо ли над к размеры вариантов на к чертой она от к чертой все это тоже стандартный трюк алгебрической геометрии что вы переходите на какой-то хорошую алгебру над вашим исходным трудный алгебра трудно и к вы приходите на какую-то большую который то что вы хотите не меняется на одни все привязываются все превращается простое что-то вот над к чертой все становится простым но она к счету его два что превращается или тензер к над к чертой мы это с вами так в общем почти не обсуждали но кто скажет может быть может и прощается вот у нас есть это будет вот это будет модулем на такой алгебры вот это алгебра это это сейчас так это на уровне идея не волнуйте это как бы в экзаменах не будет это просто ну тоже на уровне идея не более подробно здесь вот вот эта фигня что такое или над к это поле разложения некоторого многочина правильно мы с вами учили что расширение глупы теперь решаем скаляр на к черту то есть это kt фактор по многочину это будет качество это фактор по многочину с парабельного но это будет качество на качество на качестве столько сколько корней то есть это будет к чертой на качестве той n штук где эта степень расширения дальше вот этом деле 10 группа гулажи как раз будет действовать она будет действовать так она будет переставлять тут тут эти эти компоненты они объективно корням аккорны и сексируем один курим объективно группе же она будет переставлять их как на корне представить еще подкручивать внутри на на каще внутри будет подкручивать немножко но можно показать что это будет из-за можно как кольцо с действием группы же просто тупо перестановку и мы видим что вас просто несколько экземпляров поля и группы действуют перестановками и теперь есть эквариантный модуль эквариантный модуль это тоже назвать век на пространство на одной компонент и дальше тупо 10 перестановками и у него вариантов это понятно сколько устроены варианты просто вы их восток вот это значит идея вот давайте я аккуратно докажу в том случае который нам был нужен для теории кумера именно в одномерном случае тут тоже будет красивая идея другая да геометрически если вы хотите . ты туда последнего последнее слово скажу что это соответствует тому что у вас есть точки образующую группу же конечно и у вас группа же действует сама с бездвигом и вы хотите векторное расслоение то есть набор векторов пространства в каждой точке на который бы тоже действовал группа же согласовано с этим ну как задать такой вектора стоит понят как уберете любой векторное пространство на той точке дальше разносить его действием группы на всеми остальными точками и это означает тривиальность всего что так можно такого вида таки это очень так забегать теперь более теперь нормально теперь строго значит и так теперь доказательства для случая размерность мера на единичке кстати говоря коммутативность группы же мы не будем циклично требовать доказательства теоремы ну чем мы хотим я уже говорил что мы хотим что мы хотим доказать существование нулевого инвариантного вектора какой общий способ если представление строить не инварианты какой центр масс правильно центр массы почему-то называется иногда значит значит хотим рассмотрим совершенно верно такое отображение зовем все это будет аддитивное отображение по сумме приходит сумма больше ничего который в векторок в ведет сумма по всем же из же же это вся идея усреднения все как и теория гула мы там тоже поставим что-то усредняли перемножали по группе здесь сумма по группе это общая идея всех симметрий вот такое вот отображение ясно что все твои из же надо поэтому хотим что пси не дождественной но почему все не дождественной давайте под него посмотрим теперь в координатах пусть выйдет или ноги значит тогда так а вы это какой-то альфа на я вот я дамешь что мишу странно же от е делить на е множество ехать на е ну что я где вот это это некоторые элементы зельса звездой но имею право так сделать вот и мы хотим понять почему это не любое отображение значит ну вот это все вместе хозяйство пранжетель и это байс на векторок у нас в одномерном и сейчас только на если есть два неревых векторка в одномерном пространстве они один делится прекрасно другой просто один урожайся из другой по байсу мы везде используем одномерность мы никуда за предел номерность не лезем но вот у вас есть два неревых вектора вектора в одномерном пространстве же е и ж от е я могу всегда два вектора поделить один другой получить к числа вот так значит ну таким образом мы хотим ненулевость некоторое отображение изель ну я то что если взять в ирану нулю то и все от и будет равно нулю поэтому мы хотим нет да да вот это вот это как бы бы это но у нас там был выбранный какой-то рождающий же это мы немножко здесь я не заморачиваюсь на за выбором же меня же может не кумутативные циклическими сейчас напевать для каждого медика же совершенно правильно тогда это был бы то есть хотим поэтому что вот такое отображение за звездой в эль какое вот я вообще забавно задам сумма а жизнь же же от е делить на ей такой скаляр умножить на же что вот это не нулевое что-то пожили не нулевое понятно чего такое отображение же это отображение здесь создавали продажи же это отображение за либо ли правда как это все понимать до 2 . у нас есть для к каждый меджи маленькая сдает отражение за рвы теперь если вам нужно какой-то скаляр тоже будет дать отражение за рвы я прошу не за любым как ну как отбор не могу сложить я не горюшую бумаги из болей но она и зерва и в том числе . я могу это . стереть хорошо дайте я сотру это все не грозили ну просто же это отражение я либо это даже не могу сложить я к ним отношусь как это же множество я не уважает но не говорю что это умножает умножает уважает умножение вот я утверждаю что это не нулевое теперь лемма арти на характерах говорит что это всегда не нулевое а именно она говорит следующее то есть гамма группа абсолютно общее утверждение f поле хи один хиен гомоморфизм с гамма в со звездочкой попарно различные вот тогда это пусть тогда один хиен линейно независимы в отображениях из гамма в это всевозможные отображения из гамма в это это f векторное пространство вот такое прикольное утверждение есть у вас какая-то абстрактная группа гамма из нее абстрактный гомоморфизм групп из гамма в поля это группа умножения да 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 вы еще группой скажите значит вот и короче гамма по парам различных и все тогда как чему это применить как мы применим сначала придем к доказать у нас надо в качестве гамма взять что вот речь со звездой а в качестве хиитов взять же у нас каждый ремень тик же за гамма артизма здесь со звездой в звезду безусловно правда и дальше вот мы занимаемся тем что берем какую-то лейную комбинацию здесь гоморфизмов из ль с звездой в звездой это уже буду обрадение здесь звездой в это то что мне запретили писать и все они не независимы ну все значит поскольку эти коэффициенты разумеет неналевые числа у вас два неналевых вектора в одномерном пространстве отношение неналевых числа все это никак не может так что элементы группы же они на то и разные по определению группы же вас это автоморфизма и льнатка если два творчества одинаково и затем эта группа же одинаково это на все расширение было все больше не в теореме гибрид это было сразу расширение гула к вы с этапе как бы в определениях я говорю всем гибрид это был так к вы решили глаз группы же не больше не меньше там не может же бесконечные это как бы это был с этап а дальше теорем гибрид то что пусть к вл это расширение глаз группа влажа это то что вы понимали что в этом с этапе что не важно то как действует и не важно что это конечная группа я сейчас хочу привести пример бесконечной группой когда нет реальный модерн со свистом просто все будет нет реально кажется что ну тут всегда так нам нужно реально все быть как бы ничего подобного сейчас увидеть даже номерный вот короче да как доказать либо это порядка на что здесь у нас это закрывает теорема гибрид это значит или марта она доказывает совершенно фантастически это такой очень в теории представлении то сейчас используется такое утверждение что у вас если возьмете например компактная группа есть характер то интеграл того характер компактной группе я не равен нулю это та же самая идея так вот тоже можно ну вот в общем такая история бы она абсолютно правильно будет сказано вот что пусть сумма цида и хитера нулю и это минимально как всегда какой-то вы хотите что-то независимое всегда время вы предлагаете что независимый берете минимальную независимость из-за этого двигать другую линейную зависимость и уменьшаете пусть это минимальная линейная зависимость окей тогда тривиальное наблюдение что существует такие линии не равно же да ну во-первых ясно что тут два хотя бы другая цена должно быть иначе чем вообще говорить но это когда вот у вас есть вектора вектором пространстве пусть они независимы вот там 100 векторов допустим там три из них не независимы вот они какие-то они про специально значит минимальная независимость это к 3 из них что нельзя число с нелюбыми коэффициентами векторов уменьшится с минимальным числом во-первых я что тут два хотя бы найдется хит и хижит если сумма 1 0 плюсом другая 0 можно других выкинуть получить меньше что-то больше нельзя сделать и это IP это вначале следующий еще раз если у вас есть набор векторов вектором пространстве давайте скажем у вас есть набор 2 5 на поставьте заполучивек нам пространство такой можно попытаться номер него тогда минимальная независимость такая независим что число членов входящих в него с нелюбными коэффициентами минимально не бывает на том же самом множестве линейной комбинации равна нулю с меньшим числом членов. Да, она неоднозначна, разумеется, совершенно верно. Но это стандартный трюк линейной алгебры, когда вы берете минимальную независимость и из этого строите с еще меньшим числом членов, и тогда получаешь все линейные независимые. То есть пусть линейные независимые, вот минимальные. Ясно, что всегда минимальный найдется, целые числа, помешайте. Вот, минимальная независимость. Так, существует ижи, и еще гаммы из гамма такие, что хииты не ноль, хииты от гамма не равно хииты от гамма. Ну, это тупое замечание у вас. Хотя бы два каких-то линейных коэффициентов должно быть. Значит, там два хииты и хииты. Хииты и хииты по парам разный характер, на каком-то гамме отличаются. Вот. Ну и все, тогда рассмотрим сумму цииты, хииты, там от, я не знаю, это, для любого это из гамма. Сумма в одном и другом. Так. Ну, сделаем все. Теперь мы их просто в другом порядке посчитаем. Мы сдвинем эти эти на гамму. Это же то же самое будет множество. То же самое перечисление по всем элементам из группы. Это тоже один элемент будет из группы, в том числе для такого. Вот. Для любого это из гамма, вот это равно нулю, правильно? А, да. В том числе вместо это напишем гамма это. Тоже элемент из гамма. Вот. Но это уже будет выглядеть так. Хииты от гамма на хииты от этой. И это равно нулю. Вот. Но стало быть, получается, что сумма цииты хииты от гамма умножить на хииты, то есть для любого это тоже равно нулю. То есть была линейная зависимость с циитами, а стала линейная зависимость с циитами хииты от гамма. Но это непропорциональная линейная зависимость ровно по вот этим условиям. Теперь, если у вас есть две линейные зависимости, которые непропорциональны, ну так сказать, в одних и тех же позициях живут, вы всегда можете взять линейную комбинацию, которую в одном месте ноль вам даст. Противоречие с минимальностью. Почему они? Нет, они, что они непропорциональны. А вот отсюда следует, что они непропорциональны. Потому что у вас циитэ не нулевое. Две линейные, наборы коэффициентов. У вас есть набор коэффициентов, ну вот я вот это так устно сказал. В смысле ни объясням, давайте это устно объясняю. У вас есть чисто линейная алгебра. У вас есть набор векторков, у вас между ними есть линии зависимости с задными коэффициентами цииты. И тут мы построили другую линейную зависимость за одными коэффициентами циитэuiten хииты от гамма. один вектор цитах и другой вектор такой строка цит и хит от гамма у них в одном и то у них в одном том же месте стоят не нулевые коэффициенты потому что ну вы умножаете ци ты на не нулевой какой-то хит от гамма но эти две строки они линейно независимые они не пропорциональны на другой почему пусть они были пропорциональны но тогда посмотрим это место в этом месте цит они равны нулю а здесь стоит цит в одном месте в этой строке остается и ты в этой стоит цити на хит от гамма отлично к темп санец какой хит от дома а теперь посмотрим же это место а там коэффициент процент хит от гамма мы заказали чтобы он не рано нулю чтобы они были не равны друг другу ну а теперь если у вас есть две строки не линейно независимо что один в одном месте убить коэффициенте к его станет уже на 1 меньше коэффициентов ну это так замотал здесь на такой в линалгебре даже не такие трюки оно также доказать но и да более того да вы правы что гамма действует на совершенно верно можно так сказать что гамма действует на вот этом вектором пространстве и характера это собственные функции и знаете знаете собственно какого характера относиться саму себя начну его дальше они собственно ладно давайте двигаться дальше так мы доказали теорема гиппета 90 вот на из нее сурективность следует ты это давайте уже я не буду это проверка лобовая абсолютно лобовая ничего интересного с этими вещами давайте лучше теорема гиппета хочу доказать успеть все-таки как-то и сегодня покончить у регула происходит уже встреча с желудка метров значит и так ну значит назад к умеру вот и так вот у нас есть какое-то расширение или над к к вы дано и вложение то есть элемент справа части мы идеи было сказано прошлый раз зафиксируем порождающий значит этот физическая группа значит это же подруга циклическая порождающий ну и чё теперь теперь значит заметим что это был в прошлый раз я просто повторяю норма от кси да и значит язык всем порождающий и так вот это как там это йотан заметили и рассмотрим йота g это кси так кси элементами он может быть не например такой по порядку такой каков порядок группы но по-любому его норма чему равна степень расширения полей равна его порядку он гулай вариантен поэтому это просто будет кси на кси на кси взятый н раз где н это степень они вот это м раз совершенно на броду ему нужно и очень хорошо действует он сам себя придет вот я пишу кси 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 норма когда мы берем перемножаем по орбите было это будет кси взятым раз это будет единичка вот поэтому теорема гибберта 90 что следует что существует альфа из л со звездой такой что кси это же от альфа для того самого же делить на альфа ну и вуаля после этого заметим что альфа вентой равно альфа вентой но мы просто разговаривать давайте сейчас вот тоже вот и это назначим какой-то а это элемент иска и все вот это есть то самое который должен получать ну что он уверяется то есть это же потому что же от альфа это альфа нож на кси нет ни любого для прождающего а тогда я имею что давайте почитаем же от альфа вент это будет же от альфа вентой это будет x и альфа вентой это будет x и вентой то есть единичка на альфа вентой то есть вот это тот самое который вам идет правой части и доза стром на этом морфи это абсолютно лобовая проверка не ничего интересного сосед на доске давайте мы это не будем вообще выиграет математико самое главное дать правильное определение определение теории решения гулай гениальное определение парабельность нормальность и вас возникает там 7 равносильных определений этого понятия с этими 7 равносильными определениями можно совершенно замечательных по очереди используют оказывать разные утверждения чем мы занимались то есть главное про не дать определение кит конструкции а дальше все как по маслу очень редко будет нужны трюки типа вот этого их не так уж много если выучить то можно все доказывать главное понимать правильное определение вот да так я хочу сказать про чтобы были в курсе что есть шанс замечательным параллель аддитивные и это будет в качестве упражнения вам дано теория артина шреяра который гораздо интереснее чем теория мобилева теория артина шреяра говорит следующее что наоборот пусть ровно наоборот п эта характеристика поля к и она положительная тогда да и обозначим фи из кавка отображение и переходит в экспреты фрабениуса отображение фрабениуса как мы уже с вами говорили фонументальные свойства я на в общем периодически даю какие-то упражнения практически купе мы здесь мало обсуждаем доски но там самый главный свет что сумма приходит сумму припадать что такое что это чат характеристика вот значит гоморфин фрабениуса аддитивно это даже просто гоморфин полей положение полей себя вот и значит терема теория артина шеяра имеется в принципе объекты они дают сначала скажем что пусть а что скале и степень п вот рассмотрим ва ва и и значит пусть кавель поле разложения вот такого многочинного чем артина шеяра вот пусть альфа его корень тогда все остальные корни как устроен знаете кто скажет но и газе кто-то не знает раньше не знал да заметим что многочинности парабельный ну вообще любому качаюсь пользу положения этот за односи парабельный правда производный чур она это уходит вас минус один прекрасно производность не все прождаются да вот все правильно качаем берем поле разложения возникает решение гуа пусть альфа один корень то многочинка которым все остальные корни и те кто-то раньше не знал как да и что такие числа которые в степени п равны себе ну не совсем это корни по минус первой степени из ниц и если вы решает там упражнение на конечные поля в первом риске то вы должны дальше такое это поле fp это это просто целые числа образ целых чисел в поле к то есть это 0 1 2 так далее по минус 1 и чтобы с этим нужно делать теперь молодец правильно имеет вид альфа альфа плюс 1 альфа плюс п минус 1 ну я сперва на альфа их при штук многочин степени п значит опять но 3 метр поля к да 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 вот вышка я все пропускал я прибавил то же самое так это есть конечно поле у нас критическое поле к у нас это экономически можно в то в этом из определения практически вот так что это опять получается нормальное расширение то есть вы присоединили один корень мы сразу предъявили все корни вот и у вас возникает галморфиз теперь из группы была или откаты сутка от альфа там не знаю куда z по pz а именно же приходит куда же от альфа минус альфа теперь надо минус брать а не делите аддитивный вариант вот но кстати говоря вот в этой подгруппы бывает только два типа друг либо она сама либо 0 то есть в отличать рекомера здесь возглавлен либо расширение просто циклической степени просто либо просто реально тривиальное значит что а имеет такой вид поле ну и вот теорема и это вам будет конечно упражнение что имеется объекция берете фактор k по фрабениус минус 1 от к вот это отображение закроем праву минуса это есть фрабениус минус 1 это такой аддитивный гомоморфизм тогда был гоморфизм заведения в эту степень мультипликативный мы брали фактор коса звездочка по образу здесь гоморфизм аддитивный берем фактор к поэтому и вот это объективно точно так же к в гуа и вложение на сбу а и вложение или на к зппз более того то есть очень удобное описание до частности парабельное решение степени пеми такой вид у вас там для права на двойке тоже такое упражнение руками вот кстати если вы здесь замените zpp на zpp квадрат и zpp куб у этого все будет прекрасный аналог только надо вместо к брать то что называется вектор авито отказать не столько некоторый способ построения вот и здесь бы стать вектор авито по фрабениус-мазадин вектор авито это короче но просто в арифметике используется постоянно очень-очень полезная вещь вот теперь вещь которая не знаю сколько полезной но но забавно это теория мобили решение в радикалах ну а все остальные там примеры из теории гуа всякие построения цирковной линейкой это все пусть упражнение будет у вас чтобы это почувствовали из тех кто это не знает значит определение пусть к вене расширение полей три свойства к вене циклическая если к вене циклическая да если если к вене гуа и группа гуа и на к стычке ну как например к умер или как здесь вот дальше к вене разрешимая если существует такое вложение в какой-то поле е такое что к в с гуа и группа гуа и ф на к разрешимая кто знаешь как разрешимая группа да 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 это втором курсе 8 не проходит да когда вы берете группу потом берете коммутант собой потом у этого дела поверите коммутант собой и так далее конце концов в реальной группе или что то же самое у вас есть такая фильтрация групп по труб нормально в ней нормально подругу так что так что факторы на каждом этаже фактор и забил группа сейчас все все дешевые там с разрешимой группы нормально но я сказал что это не хватит проходит без проблем по группу разрешимой всегда разрешим окей все лопает так разрешимая и третье условие собственно почему и так называлось исторически разрешимы что ковы разрешимы в радикалах если существует вложение эльф какое-то поле f это же самое такое что у нас есть башня к это к 1 а 2 так далее в к н в где и вот я хочу сказать что каждое следующее расширение я играл что есть кто-то губа но она получается радикалами что есть радикалами но она имеет вид приседения корня из какого-то элемента из поля сейчас есть более трубу скажу что и значит она не обязательно ну как умер это повредим когда скоро нету степени знец там ну вы правы да близко к тому где к и плюс первое это каиде от корня какой-то степени из аиде и нет это какое-то натуральное число а это из каиде со звездой вот да кроме того что кроме женщин коммер будет важный пример коренькой степени знички ну это что есть к и плюс первое заморка каиде от т простое решение по какому-то куитому где курито неприводимый делитель значит прибавить такую штуку начать прибавить под элемент удовлетворяющий это значит простое расширение каким-то элементом который удовлетворяет таком условии то есть мы присоединяем корень какого-то многочинно простого не гладима п куб который является нет ими приводимый делитель многочинно ты войны ты будет не взять и приводим минус а это мы можем запихнуть ваше расширение в такое большое расширение qtf который получается последовательное присоединение радикалов почему нет или может быть не равно последовательное присоединение радикалов она внутри живет какого-то большего а да это обчатка да вот начну теорема говорит следующее что пусть на сами можно обобщать или для нулевой характеристики с помощью артенов шайер там немножко переговариваю но пусть и простоты 30 поля 0 вот тогда кавель разрешима насилие тому что кавель разрешима радикалов почему это интересно ну потому что с точки зрения вот если мы в качестве примера рассмотрим какой-нибудь поле скажем получаемое более разложения или другое тут можно разумея это поле получены при становием корня какого-то неприводимым нагочином нашим полем то разрешимость этого расширения означает что этот корень можете выразить через радикала разрешим из радикалах разрешимость просто означает что если вы рассмотрим поле разложения это у макарчена возникнет решение гула и у него группы гула разрешима ну вот эта три мобили есть вот как это доказывается давайте я сначала докажу в одну сторону более простую что из разрешимости все это разрешимость радикалов это вот полностью рекомен сейчас почти на 1 2 а именно но пусть она разрешима да что означает ну вот имеем к в льв и вот здесь вот какая-то группа глажим разрешимая ну вот это определение разрешимости я сейчас лево-направда к разрешим это может запихнуть большее поле являющийся решением было так что группа стала была разрешена вот мы запихнем вот ну и пусть n это порядок группы же какая-то разрешенная группа есть фильтрация определенные факторы циклические группы порядке которых безусловно 9 из определения разрешить до группу гла это вот такое значение как бы дуга и здесь имя группы означает типа группу а вот ф на к такое удобно сейчас ну тогда рассмотрим к от мен вот иначе такое расширение и мы можем смотреть расширение который будет задержать сразу все то есть можем кэф прибавить f от мен решение гуа вот это потеряние это блин разрешимость разрешения и не не вроде как разрешим сейчас отсюда вот это выводим с про 0 тем направо если разрешим это разрешил радикалах вот значит давайте и рассмотрим такую диаграмму вот эти при вас немножко не учил как правильно писать диаграммы из полей расширение как правило удобно осталось палочкам чтобы не рисовать эти безумные дуги постоянно при этом сверху поле всегда больше чем снизу то есть вот здесь у нас нет е здесь нас нет или здесь на свитка отмен а если что я что такое я все перепутал так мы стираем вот это мы первым бред и даже красивых теперь должно понятно значит было решение к вы мы при него знаем что есть вот это решение глаз группа аж палки вот еще раз говорю очень удобно диаграмма из полей когда вас разладстве вот так изображать учить всегда поле сверху который выше в этом графе она содержит поле снизу палка означает такое не симметричное отношение что вот вот эль содержит к f содержит l содержит к это содержит это аж и около палок пишут имя грубого вот у нас группа кулажа у вас регулярно бадушки для диаграмм полей и вот их так очень удобно писать с именами группу кулажа вот первый пример вот так вот мы можем кэф помните нас были циклотомет механические режиме когда мы присоединяем корни степени из ниц и иногда и дни начали присоединять иногда это кит решение на это любом случае были такие обрежения с группой ложный взятая со звездочкой ну и кэф можно присоединить тогда f отмен она содержит f и безусловно содержит к отмен и она является как внутри в нем есть два подполья она совпадает с их композитом вот значит ну и теперь некоторый факт который я написал в лекциях но сейчас не очень рассказать уже что группа давайте я вот это да говорю да да вот что группа была вот вот это призме здесь два поля вот это было если берем композит то это тоже оказывает группа была f отмен на к отмен можно уже вот эта группа была давать ее аж назову аж можно уже верхняя будет гула да вот ну я на сами написал уже почему ложная это как я так немножко за ручный писал можете отзыв начали это объясню туда это про то как себя ведет группа гула при композите полей очень полезное соображение да 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 на это я мне рассказывал прошу расскажу ну давайте пока принято как факт и что отсюда будет получаться но отсюда вы получать такая вещь что группа что же разрешима разрешима и порядок аж делит н порядок же ну все тогда получается что у вас решение к отмен в f отмен это такое разрешение в группу гула же разрешимый то есть получается что тогда можно рассмотреть существует фильтрация тривиальная группа h1 h2 h какой-то n равно h такая что значит h и т нормально ваши плюс первом и ошибка с первое фактор по ошибкам это циклическая группа конечная группа конечная группа порядок 9 м применяем соответствия губа циклическая конечная группа порядок 9 но проверить прямо в случае продукции по объеме группы а эти шутка разрешим тут все согласились вот тип ну а теперь мы к этому понять разрешимости серию групп применим самый главный терем тюрьму а соответствия гула чему соответствует подгруппы самое главное под полям целая такая последовательность подгрупп соответствует возрастающим последствия это соответствует башне какой башни такой к отмен я палками опять было рисовать вложение снизу вверх слева направо да значит это обозначим как-нибудь к 1 к это было поле дать дать е 1 е 2 и так далее я какая-то n равная вот этой самой большой f от момент где здесь групп угла какая будет на самая маленькая подгруппа чем чем меньше подгруппа тем что чем меньше группа тем больше поле поэтому вот здесь у нас будет стоять группа h1 а здесь будет стоять группа ну вот h nt по h n минус 1 то есть возникает последовательность расширений циклических ну потому что посмотрите регула вот у вас есть подгруппа h минус 1 вот здесь по группа а да нормально вот есть пару патри минут первое потерю глаза без некоторым полю фактор группа соответствует вот этой группе было сама подгруппа соответствует этой группе было а фактор соответствует вот этой группы было вот этого расширения если у вас есть расширение было запросили добавить если решение было она соответствует группе подгруппа в ней соответственно вручную решению какому вот этому режешь наши вот она при этом подруга будет реализовываться как чагруп угла вот это вот это над этим это аж и минус один а вот это в случае нормальности будет решение угла и групп угла будет фактор группой вкладываются поля а еще раз над вложением полей над палкой другое всегда пишут имя групп угла есть решение было знаете если у вас есть решение год стандартное обозначение шарка то если к вы решили было с групп игла же то это обозначают так часто или или например вот так на значком пишут имя групп угла в случае слышно просто папа папа завесли было потому что соответствует угла ваш по группа аж минус один ответ каком-то поле назовем его едва тогда сама по группу будет групп игла большего поля над едва а фактор по ней будет группа гулаге 2 1 сейчас мы завершаем все остальки вот и чем получили получили последность циклических заметьте расширений циклических порядке которых делят н и при этом нашем поле над которым мы стартовали есть меня по кумеру они все радикальные вот то что тут собственно Артем предложил циклические после если у вас есть корни из ниц и то циклическое то же самое что кумерская радикальное решение итак мы видим что видите в ей плюс 1 циклическое расширение порядок степень делит н н лежит безусловно в к отмен и поэтому по теории кумера по теории кумера который мы с вами следует что что е и плюс 1 это елит и от какого-то корня там иной той степени из аитова а это из елитова вот ну то есть начиная с к отмен чтобы прийти к f отмен мы делаем последовательность радикалов но вот это тоже радикал это это не что иное как к от корни этой степени из ниц и мы видим что мы но ну вот мы запихнули наше поле f в гораздо больше поле которое вот по другой стороне так 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 мы пришли через радикалы вот другую сторону немножко более муторно но здесь есть это будет красивый суждение просто за собой не надо придумать естественно едем по теории было просто имея соответствие в другую сторону надо оттокать ровно одну лему лима она более техническая чем идейная лима что к в разрешимая лима вот что говорит если даны башни полей если к в е е в разрешимая это насильно тому что к в разрешимая это немножко первый взгляд может показать удивительным потому что но ясно что если к в разрешимы то и к в е е в тоже разрешимая но если вы к в смогу запихнуть разрешим это вы туда и евро запихнет она там лежит его или к в вот но они могут видеть на другую сторону собственно что я на здесь реально нужно другую сторону что если ковье разрешимые евро разрешима допустим к объекты даже решение глаз разрешимы группу гула и евро это же решение глаз разрешим углу групп игла это не значит что к вы это решение гула и у вас в будущем листочки появится такое упражнение вот придумать контрпример но но разрешимость будет то есть его можно запихнуть больше решение который будет группу который станет гула и у которой групп будет разрешим угла вот но это так минимально одна плячь чтобы это сделать давайте сейчас маленькое напряжение сделаем